мур привет друг это зверько если ты смотришь этот гайд то меня уже нет уже нет дома я укатил в отпуск на неделю сочи здорово правда за три года первая неделя отпуска если захочешь чем-нибудь меня угостить или валить леща то ищи на переполненных пляжах адлера или сочи я без понятия где конкретно буду кстати о теплых местах 31 числа должен выйти герой халид уроженец жарких восточных песков я сильно сомневаюсь что его за одну обнову сильно геймплейно поменяют а потому подготовил для тебя заранее гайд заодно посмотрим как бы действовало оружие халида в реальной жизни пассивный навык у халида нет маны а есть резервуар с песком он наполняется в основном от перемещения когда резервуар заполнится халид забирается на волну и получает плюс 25 процентов к скорости передвижения и заряженную атаку с прыжка заряженная атака позволяет прыгнуть к противнику и шарахнуть вот таким ударом после него на земле остается полоска песка которая даст халиду плюс 25 процентов к скорости бега а противника наоборот замедлит на 25 процентов это пассивка позволяет собирать тапки несколько позднее чем другим персонажем припрыгивать препятствия в сторону врага и конечно добивать убегающего недобитка учти если противник в упор к стене ты просто нанесешь ему урон и останешься за стеной если противник отбежит от стены то ты перепрыгнешь эту стенку применяя в зависимости от ситуации первый навык три удара с разворота халид начинает крутиться как деревишь с той разницей что используют в процессе свой меч в общем то это три круговых удара с небольшим прыжком каждый последующий удар возможен если ты задел хотя бы одну цели второй удар сильнее на 20 процентов а третий аж на 40 процентов на стартовых порах очень сильный навык приноровиться его использовать даже против соло цели не составит никакого труда минусы если на тебя наложили контроль к перемещению то ты не можешь прыгнуть а значит не сделаешь второй или третий удар плюсы эти два прыжка в навыке сильно заряжают пассивку если ты начинаешь свою атаку с пассивки потом накидываешь первый навык то почти сразу же можешь еще раз ударить заряженной атакой пассивки по сути это основное комбо однако пушить таким навыкам не получится миньоны и крипы получают лишь 50 процентов урона на мой взгляд это лишний штраф второй навык халид наклоняется и призывает вокруг себя локальную песчаную бурю я не маг и показать такое не смогу кастуя этот навык халид одновременно исцеляется и получает защиту от входящего физического и магического урона в настоящий момент на шестом уровне навыка игнорит 70 процентов входящего урона как и с предметом крылья королевы входящий чистый урон не уменьшается кроме того песок замедляет ближайших противников вдобавок пополняя пол пассивки ты выходишь из этого навыка заряженным по самую макушку уязвимость навыка контроль и если тебя оттолкнут или оглушат навык прервется однако если у противника нет контроля или он на перезарядке с помощью навыка можно подлечиться впитать часть урона и с новыми силами начать сражаться вдобавок избавляет от путешествий на базу за отхилом ульта моя личная попоболь халид призывает песчаную бурю и на ее волне несется вперед но как несется пару шагов после чего наносит мощный нисходящий удар по противнику полна немного отталкивает врагов а удар оглушает на секунду опять же есть нюансы халид находясь на верхушке иммунинг контролю однако противник видит отметку на земле куда летит халид и с легкостью отходит с этого места в общем-то для добивания соло противника можно использовать если играешь против клинического идиота либо можно ворваться в массовый файт чтобы развить построение противника или оглушить парочку врагов чаще всего используется как escape потому что можно перепрыгивать препятствия итог по навыкам высокая подвижность с высоким начальным уроном плюс возможность легкого танкования все это делает халида очень сильным бойцом ранней игры но когда противник уже расфармится песочный человек теряет свою силу и так как же выжать как можно больше из халида эмблемы и дополнительный навык я предлагаю взять навык бойца с вампиризмом или урон по соло цели в ветке убийцы для ранних гангов из дополнительных навыков придется выбрать по стилю игры мне как всегда нравится спринт который можно заменить на вспышку либо что-то защитное щит или отомщение поскольку при первом навыке часто приходится догонять противника исцеление не советую сборка вполне можно начать с части лесного предмета легкий клинок или секира мародера тапки можно отложить и собрать сразу топор кровожадности сделаем упор на отхиле и уроне с навыков сапоги воина для увеличения защиты либо сапоги скороходы зависит от твоих предпочтений клинок отчаяния помнишь что с каждым ударом первого навыка увеличивается урон так вот с отчаянием он станет гигантским послабленным целям крылья королевы двойной профит их защита складывается с игнорированием урона от второго навыка вдобавок увеличение вампиризма выручит в критических ситуациях теперь предстоит выбрать между клинком семи морей который позволит нанести сокрушающий первый удар тонкому противнику или же взять бесконечную битву для чистого урона учти что пассивка бесконечной битвы срабатывает для первого навыка лишь раз а не после каждого кругового удара последним предметом можешь взять что душе угодно я бы советовал золотой метеор поскольку даст и атаку и магическую защиту да и щит не помешает как и многие бойцы халид очень гибок к сборке меня ее под себя тактика аладдин халид прекрасно себя чувствует на топе соло линии мне конечно не нравится что там мало мобов но если противник один то сможешь отжать и краба и его тараканов этот герой очень силен на старте и какие-то мувы ты можешь посмотреть на моем реплее я специально вставлю их несколько вообще советую отдельно просматривать гайд после пары игр на персонажи выключив мой трендеж чтобы увидеть типичные приемы на старте халид достаточно силен чтобы на втором уровне валить двум героям если они не отобьются контролем получив контроль и урон встаем защитную стойку и исцеляемся пока противник пытается что-то сделать после чего нападаем на него снова можно попробовать противника поймать на ульту если он чем-то занят и не ожидает атаки если ты бежишь за противником и ультуешь то ему проще увернуться второй навык тоже можно использовать ради эскейпа исцеляешься и когда противник накидает в тебя навыки ты уже подлечившись и ускорившись имеешь больше шансов свалить куда подальше если ты потерял хп на линии не стоит экономить второй навык он достаточно быстро перезаряжается исцеляйся как маша прямо в боевой обстановке чтобы успешно применять первый навык придется немного предугадывать движение противника тебе нужно каждый раз попадать по нему уроном чтобы позже нанести еще больше этого урона а ульту на халиде я пока использую для массовых боев или для эскейпа как инициация связка пассивка первый навык пассивка пока что работает гораздо лучше старайся не затягивать бой потому что в поздней игре этот песочник и урона много не наносит и пушит медленно кстати на кадрах ты можешь заметить протти обзор на которого был в обновлении 1498 не видел так иди и смотри да прямо сейчас поставь на паузу этот видос иди смотри посмотрел вот самого персонажа ожидают ренейминг и геймплейные изменения я уверен потому что сейчас он не играбельный совсем из-за сверх долгих анимаций если такое будет я сделаю отдельный обзор когда вернусь удачных боев друг и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok